расчетного расхода воды по элементам личной долины, это тоже нужно? это нужно только для мостов если вы у нас то делаете, то нужно а как мы распределяем допустим, если она разной формы то есть одна распределяем тут так нет одного ответа это нужно, когда у вас обалденные русла и обалденные пойма это дом если у вас это что-то по-артибурнике то это уже не нужно теперь поменьше они здесь видят, что тоже списывают ну да как бы в любом получается случае смотрите, мы с вами рассматривали построение кривых луканциотаж такой, единый и мы с вами делили на отсеки все вместе вот то, что мы с вами делали я вам немножко как бы упрощенный способ рассказывал вам не совет, наверное, по-артибурнице интересный способ, да? я вам рассказывал, что вот, типа, вот такое русло просто русло вот мы его чик-чик-чик-чик-чик по нему луканциотаж построили если какой-то с поймой то я вам ничего не сказал сказал, ну вот так и делай на самом деле вы так не так делаете вы скажете, ага, у нас же здесь один кривчан шероховатский, маленький, грузкий а вот здесь у нас позвонок здесь другой кривчан шероховатский соответственно у вас будет два отсека или если у вас еще есть вторая пойма да, тут три отсека то есть мы считаем три кривых в зависимости от расхода на уровне воды у нас будет здесь кривая курсота вот здесь и вот здесь и потом, когда мы делаем общую кривую курсотаж которая является суммой этих трех кривых здесь у нас расходы да, просто тупо складываем у нас вот сюда это будет что? это будет три столбика просто один столбик по руслу будет от начала до дна второй столбик будет то есть аш у нас не изменяется у нас ку сложили? да, и эти ку, а этот будет вот так и суммарный у нас будет в нижней части это просто тупо только русло выше мы крепаем еще вот это то есть у нас будет не просто вот такая вот по руслу, а еще будет добавка вот это и суммарная будет вот такая вот это распределение смотрите при каком-то вот интересном вам одно процентном уровне воды у вас уже есть деление на три части а на самом деле мы делаем не так у нас сначала сочетали вот это вот это вот это потом что выложили в это получили общую сумму это в случае когда делаем при отсутствии данных по кривой зависимости от расходов воды а вы теперь можете спросить, а как делать когда у нас данные есть, а эти данные это общие данные, да это у нас есть ряд, скажем, 50 значения за 50 лет максимальных расходов воды мы их взяли, кинулись на машину, там, вексел ну, гидроуку неинтересно они все это знают мы вот там лобановскую программу в любую кинули и по этим 50-ти с инферическим точкам где у нас сюда обеспеченность любое значение расход уровень толщина льда что угодно высота людей вы выбираете аналитическую кривую которая сглаживает эти точки берете 1% которые в значениях у вас нет вот числа 50 вы видите значения как бы 1% расходят трудности поэтому и вы переходите вот точек к аналитической кривой и поэтому его снимаете 1% или там 0 или 1% такой любой который вам интересен вот и все у вас получается одно число вы сюда записываете там это проценты или 10% 10 или 6 тысяч и думаете как разделить обратно да, то есть надо наоборот теперь сделать теперь каким-то другим способом разделить вообще-то можно сказать фактически мы опять используем формулу шузи только вывернут длинные знакы как смотрите называется метод Бернацкого все это делаем не во всех измерениях а только когда у вас год может почему потому что сюда они должны пропустить в общем-то и это и это и это и это но в случае когда у них здесь много и вот эта доля большая им нужно специальным образом неизвестным нам игрологам предусмотреть чтобы образовалась вот перед тем уже вот эта нысь или вот эта данность что вот это или может быть они скажут что мы не знаем вот так вот сразу наконец будет исходить можно ничего в смысле что здесь нельзя вообще да или может аналит да но они просто нам как раз они будут считывать каким-то способом вот поэтому мы используем Бернацкого он вот так выглядит смотри вот у нас есть какой-то там 1% уровень воды он у нас есть защитный да и мы знаем у нас есть наш 1% расходы по процентам и это и это может быть так расходы могут быть защитными любым способом при наличии данных если у нас близко то считаем переносим к себе если вообще там не следовало значит считаем по форме а коэффициенты формы можно взять двумя способами или по аналогу и считаем каким-то способом я сейчас вам все пересчитаю потом считаете уровень воды при наличии данных обсчитаем и по форме жизни тогда у вас уже деление по отсекам если сочетали уровни воды по форме жизни у вас автоматически получается деление расхода по розгу и на поем поэтому проблема деления расхода на розы встает тогда когда уровень воды при наличии лавчика материал при отсутствии вы тройте кривой уплотажки то есть если считаем вот этим способом то эта проблема не встает мы сейчас с вами сидим вот здесь мы засчитали уровень воды при наличии данных по уровню воды обществе обеспеченности и получили это значение и теперь какие кодики получить отделение по темам вот просто до невозможности вот это вот то есть что мы должны мы должны с вами сначала нарисовать эпюру скоростей эпюру скоростей распределения по спор умножим на глубину и на ширину и получим такую вот это у нас а понятно это у нас в а это у нас элементарный расход потом сумели по ширине мы берем и получаем расход здесь у 1 2 вот поэтому основная проблема это построить эту эпюру скоростей тогда все все автоматически получилось проблема построения эпюры скоростей по любому течению всего и элементарно скорости у нас пропорционально h 3 5 это вывернутая наоборот наша форма жизни вообще хорошо было бы если просто было бы равно а пропорционально а так так но я пишу пропорционально а не равно почему потому что мы что мы делаем так мы имея распределение глубины при этом уровне любом да мы рисуем кривую которая отображает эту кривую аналогично имеет вне степени 5 3 условно говоря это что это скорость но это пока фиктивная скорость мы же что мы знаем при этом 1% мы всяко знаем при любом уровне мы знаем соответствующему расходу мы получили фиктивную кривую распределение скоростей по ширине теперь мы можем сосчитать расход мы умножаем V на H вот так и этот расчет мы делаем скажем там в десяти характерных для того чтобы сосчитать вот эту мы на самом деле не кривое а мы берем 10 глубин в десяти ворот берем по этой форме считаем 10 скоростей соединяем эту кривую ну эти точки в растетных створах кривой и теперь можно сочетать расход как умножаем эту скорость на эту глубину и на единицу ширину у нас получается вот эти расходы суммируем этот расход вот этот вот и он получается тот который у нас получается там 100 таких а мы знаем что расход у нас 50 это пока эффективно мы находим коэффициент по которому должны перейти вот это эффективно построенное распределение тупо тупо здесь чем сейчас заниматься так мы с вами сейчас ищем коэффициент коэффициент перехода от скоростей в глубину куда то коэффициент и вот я вам так долго рассказываю что это мы считаем расход который у нас формально получился ну Если мы взяли процент единицы, то у нас получился расход неправильный. А мы знаем правильный. Который должен быть в два раза меньше, в пять раз больше. Ну, любой, как получается. То есть, грубо как, я вам сначала должен вот так вам рассказать, что у нас процент, а не так по-другому его не подбираем, кроме как по подборам. При каком сойдется, зависит между скоростями глубины и степени для третьей, вот этот процент определенный. И соответственно, уже эти скорости, получив вот этот переходной процент, мы получаем вот это. Уже правильное распределение скоростей по ширине. А получив правильное распределение скоростей по ширине, мы, ну, получается, что мы опять скорости на глубины, на единичную ширину, и опять можем будет определение уже элементарных расходов. А потом, разделив по поему левое-правое русло, мы уже сумму по, сумму по, получаем по расходу 9. Сумму по, получаем по расходу 10. В общем, это в табличке сделается другой пример. Можно вопрос? Мы же считаем, что ряд, когда у нас есть данные. А скорость мы мерим по факту? Или так, как мы в табличке? Скорость мы видим. Ту, которую вы измерили, скорость, она соответствует тому предатель, тому уровню, тому расходу. Это одно значение. Правильное, хорошее, но одно. А в отчете вы выдаёте характерный, выдаёте страшный, выдаёте максимальный, не просто максимальный, а максимальный, а до процента и 10%. Это расчет. Да. Поэтому, получается, там у вас при расчёте приводку консертажа, а у вас есть скорость. Потому что расход вы там, ну, на самом деле, не расход считаете, вы считаете скорость при расчёте приводку консертажа. А аж маленькое мы даже берём, получается, не проверяем? Или тут уже проверяем? Сейчас здесь? Да. У вас бурфа-сбор по умолчанию как исходные данные? Ну так. Или используем? Это сегодня. Нет. Смотрите. У вас есть общий, единый, большой макросфор. Вот так. А когда мы построили, то вы сегодня считаете? Да, конечно. А вы считаете, что он меняться не будет? Ага. Это, конечно, вармитаризм, но а что ещё делать? Пускай будет русло перемещаться. Ну и что? Вернопропускная способность. Пускай оно будет немножко меняться. Вы об этом ничего не знаете. Вы вообще его делаете в минуте же часов. И всё. А теперь вы можете его наполнить. Ну и одна процент. Мы берём среди. Аж не меняется. 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 Считаете. Неправильно, но чем вы все еще считаете. А вот уже аж маленькая которая глубина, она меняется. наполнение будем работать значит у нас есть глубина такая 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 у нас есть средняя то есть глубины вы уже снимаете при своем наполнении окрасится между отметками уровня воды и уровня мы поедем в любом месте Продолжение следует...